Ой, да, раздавитель для масляной краски. Кисточку там не моем, не промахиваем, только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белинца, сделала сметанный замес, сметанный, то есть замешала-замешала краску. Взяла голубинца и полностью избавилась от белого шалфа вот этим цветом неба. Количество краски, которое ты кинешь на холст, должно быть таким, вот смотри, сколько я краски беру, должно быть таким, что когда ты мастихином захочешь ее придавить, там было что давить. Чтобы было что придавить. Хорошо? Давай так. Нам нужно распределительно положить краску на холст, распределительно. Уже эти пятна нас вообще не устраивают. Распределительно уложить кистью лежачей к холсту. Потом взять мастихин и эту краску придавить, а заодно и вымесить как бы. Вся лишняя краска формируется на краях. Но я не давлю, да? Я просто растапкиваю. Лишнюю краску можно либо сюда сдать пока, либо на поливу. Вот такое нас интересует. Тихонько ем. Без этих киперявостей. Хорошо? Значит, берелы себе до дыри, они там валяются. Синенький. Берешь розовенький. Проводишь здесь темнятину эту. Не сгоры. Да. И сначала потренируешься чуть ниже, раздавая идею краев. Сначала чуть ниже, чтобы просто потренировать ее. Потренировать. Когда с края сбрасываем краску, с края мастихина сбрасываем красочку. Вот, заставляем краску именно с края сойти. Видишь, мастихин гнется. И это очень несложно сделать. Вот это вот движение. Вот так наращиваешься. Потренируешь, да. Но лучше даже сначала потренировать в отражении, для того, чтобы чтобы прийти сюда и сделать уже точно. Вот эта гора? Да. Ты эту гору, сейчас вот эту гору рисуешь здесь, чтобы обучить руку. Потому что здесь все равно отражение. И ты видела уже, как отражение мы делаем? Да? Да. То есть, когда мы накидаем наверх, накидаем в середину, мы просто от середины оттяпаем и опустим. Вот эта часть, это вот эта сейчас часть? То есть, здесь сверху еще должна быть вот где-то сантиметром. Давай так, ты сначала потренируешься здесь, а потом уже досмотришь. Потому что очень важно, что когда новичок начинает уточнять, он уточняет в пользу увеличения. Чтобы у тебя эта гора не сомкнулась и не съела все небо. То есть, ты сначала здесь натренировала это дело. Когда ты натренируешь и начнешь укладывать, появится необходимость уже каких-то бретельное, бреющее мастихином создает идею ущелья. Есть такое? Угу. Вот. Идея ущелья то подбревая, то накладывая густоту. Вкусно? Угу. Потом уже на это придет желтый, розовый. И фрагментально останется теневая. А в основном появится освещенность. А теневая здесь раздавленно, мутно заляжет. Угу. потом еще сверху придут белила снега. Прикольно? Классно. И этот же снег в тени и очень внятно различить это будет не равен хрил. Он темный. Не равен снегу на свету. ты видишь, что мастихин вытворяет, Режет, накладывает, убирает, сбревает. Угу. Давай, тренируйся здесь, для того, чтобы потом положить. здесь я гору кладу, то есть не зеркально. Здесь ты учишься. Здесь ты просто учишься. А потом все смахнула. А потом просто вот так вот смахнула и все стало отражением. Спасибо. Там свет достаточно плотный, да? Плотный. Единственное, что его чуть-чуть разбивает легкие тенистости. Докидаешь свет плотно, не дозамазывая, то есть сохраняя тональную и цветовую, разницу одного с другим. Хорошо? Ну и желательно было, конечно, показать, что получилось, когда ты здесь делал. Вот. Еще нежелательно было так глубоко заходить, съедать всю воду, всю голубизну воды. То есть отодвинешь вот таким образом и вытираешь в тряпку. Снова чистой рукой заходишь и отодвигаешь. Доктор с ног, КОНЕЦ. Взглубь. КОНЕЦ. 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 Кряпкой постоянно пользуемся. Бритости не использовала. Забыла про них? Использовала. Бритости тоже использовала. Они, когда все вместе, создают содержание. Грязь развожу, цвета смешиваю. Грязь. Есть грязь, а есть грязь. Пока это в формате грязцы, а не грязи. Голубой-коричневый даст зеленоватый оттенок темному. То есть, если до этого мы с сиреневатым оттенком пользовались, то для зелени голубой-коричневый и зеленоватая темность. И тоже с отражением вместе. Есть там такое да? Да. И есть там аж вот такое. После этого раздавить, раздавить и вытирать. Смотри, постоянно давлю и вытираю. Можешь прямо по моим следам поставить свои. И вверх, да? Вы сказали еще поднять вот это? Да, да, да. А здесь тоже получается что должно быть? Ну да, желательно. Значит, чуть-чуть пальчиком оттолкнешь. А мастихинчиком, не брея, а раздавливая, уложишь. Та же красниночка, такая красноватость пятна, произведешь ее на вот этих местах. Ну а потом белый, и все станет нарядно и красиво. Единственное, что вот этот характер покажем. Что касается травы на переднем плане. А, ну во-первых, голубой-коричневый придет и сюда, заслонит чуть-чуть. И вот такой уползающей змейкой должен стать бережок. Уползающая змейка сразу создает эффект ухода в перспективу. Поэтому она нам нужна. Там оно слишком прижалось к низу, мы чуть-чуть отодвинем вот эту береговую от низа. Иначе будет не очень красиво, как на фотографии. А мы немножко отодвинем. Потом ты возьмешь на мастихин густоту. Желтый синий плюс коричневый все вместе. То в пользу одного цветика, то в пользу другого у тебя появится вот этот эффект множества. Появляется, да? Да. Потом сверху на это придет цвет цветков, чиркая, чуть-чуть подчиркивая в сторону. Вот так. Густятинка краски создаст эффект этих цветков без их прорисовывания. Хотя эффект такой, как будто бы их кто-то прорисовывал. Правда? Да. Вот здесь оставляю воду, пространство. И здесь я ухожу. Нет, здесь так не надо. То есть мы здесь съели часть воды, для того чтобы не было вот так рассыпано. А здесь пусть останется как там. Просто чуть-чуть. Да. Давай так. Помнишь, я здесь сделал вот эту полосу, а потом ее придавил. Не решилось? Нет. Смотри, помнишь, вот это вот я сделал. Зигзаг. Тебе он еще понравился. И более темный. А потом взял и стал придавливать в вертикаль. И появилась идея отраженности. То же самое можно сделать и с белыми. Вот эти снега отраженные. И тоже раздавливая, загнать в целое, единое пятно. В том числе и темности. И тоже загнать. Может быть где-то вспомочь пальцем. Там снег на горах лежит очень раздробленными лоскутками. Они нам невыгодны. И играем, как будто бы мы рисуем этот пейзаж на неделю раньше. Когда снега было чуть больше. И он лежал более цельными. Хорошо? Так художники обычно и поступают. То есть, если им нужна цельность, они мысленно возвращаются. Как бы это могло быть. Чуть назад. Ну что симпатично сложила кусок. Пестрая. Пестрая сообщить всей этой горы. Здесь там естественно смотреться. Есть снег в тени, а есть снег на свету. Пока на свету почти не видно снега. Скорее вертикальные, да, эти щели. У тебя они пока сильно горизонтальны. Смотри, какая здесь сердитая тень, да? Здесь тоже часть сердитой тени. То есть появился теневой и световой, да? Угу. И лоскутки снега менее лоскутно. То есть, чтобы они собирались в некие цельные укладочки. И я что-то тому. Тренажный густо. Пор相 ровый. Наполея. Горячий. 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 По высоте. У тебя очень много по ширине, а там много по высоте. Смотри, все больше появляется теневая и световая. Вот этим снегом я буквально отделяю сейчас одну холмистость от другой. Очень эффективно будет звучать это, когда часть снега в тени, часть снега на свету. Будет очень выгодно звучать. А продолжение видишь уже в тени, да? И вот эти вот вещи звучат. Засело, да? В тень. Столько синего, что оно засело в тень. Когда мы наделаем вот этих красивых. Вертикалик. Малейший звук горизонтального характера на этом даст ощущение плоскости воды. Все эти колебания сразу происходят. Можешь здесь выгрести чуть-чуть и заложить цвет неба, который мы делали голубым. Я взял чистенько его. И сделать прямо плотный кусочек неба. И по краю можно еще и вот так поступить. Когда создала теневую световую, чуть-чуть побить вот таким колебанием. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Это оно? Ну вот можешь лоскуток воды здесь еще создать от этого неба и попробовать все эти трюки. Хорошо? А вот еще что сейчас? Почему? Ну все попробовать самой. Вот мир неба, да? Кстати, заметь. Вот там светлее к линии горизонта. И там правдиво. Да. Ну ты согласна от того, что у нас плотное небо, выкрашенное. У нас звучнее свет тень. То есть вот эта седина разбела бы, уронила бы это звучание. Но зато оно здесь какое-то слишком ровное у нас получилось. А по-моему здорово. Нет желания светлого добавить? Это прикольно? Угу. 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 Да? Угу. Вот я сейчас тут, работаю еще более плотно здесь гору. В общем все тренируй. Все, что ты сейчас видела, тренируй. Да. А еще вопрос. Вот здесь нет. Одно прогнол. Угу. Тени. Набár moles. Вон, ты 진짜 писал. Набárра. lovenol Сперваñ N характера. Лежачка. Угу. Плоскости. Произошла. Так. Ну поскольку это все будет заслонено цветочками, Значит, еще раз смотри, что касается цветочков. Ты быстраивала вот такую шинковку, как и все нормальные люди. Сразу начинаешь шинковать. А смотри, что делаю я. Покажи, как я. То в одну, то в другую сторону. Как траве и прилично. Не растет трава, как строй солдат. Хотя там есть намек на строй, но он не должен быть этой шинковкой. Малейшие колебания этого строя. И становится красиво, правда? Значит, от этого состояния место увести. Зелененький, то светлый, в пользу желтого, плюс разбел. То коричневый, голубой. И ты получаешь очень темный цвет. И он тоже участвует. Он заслоняет светлый, светлый заслоняет водичку и так далее. То есть, чем больше в картине заслонений, тем больше эффект пространства. Для пейзажа это очень актуально. Правда? Угу. Причем, делаем не одинаковые спуски, да? Смотри, вот я чуть-чуть поднял, опустил. А тут возьму и сейчас сделаю аж вот такой высоты. И пусть как хочет. Как хочет уже зритель. Пусть смирится с этим. И, напомню, чуть вбок. Чирк вбок. Берешь эти разбелы. Плюс розовые возьмешь. И чирк вбок. Густота краски. Чирк вбок. И тоже разные высоты. Хорошо? Мигание. То синеватого, то розоватого. То чуть темнее, то чуть светлей. Например. Вон, чуть темнее. И уже игры. Давай, очень деликатный момент. Можешь тренироваться вот здесь. Прежде чем класть туда. Чирк, чирк, чирк. Пошла туда. Да. Еще вопрос. По горам. Вот. Да, смотри. Вот эти вот штуковинки. Да. Вот тебе лесочечек. Вот такой лесочечек. Хорошо? Угу. Держи. А по пятно, по этому нормально? По цвету? Смотри, они прямо создают орнамент с собой, да? Цельность. Хороша цельность? Да. Вот. То есть, такие вещи надо один раз подглядеть и потом использовать в своих картиночках. Что это не только хлам, но и некая художественная структурка. Ну, понятно, что это я не отчитываю тебе. Это я просто сообщаю, какое мы здесь изобрели забавное действие. Мало того, дырочки остались, да? И видно, что там просвечивается. Смотри-ка, как они здесь теперь, правда? Тоже цельность, да? Помнишь, мы с тобой решили, что одно заслонит другое? Прикольненько, что оно разовито, правда? Что это не только синенькие настроения. Тем более, это можно трактовать как свет, который сделал их более розовыми.